Мне очень нравится, знаете, бывает посидеть просто, я люблю или здесь сидеть, или на тех лавочках, и смотреть вдаль. Ты сидишь, смотришь вдаль и размышляешь, размышляешь о Боге, размышляешь вообще, о том, насколько Он велик, насколько Он вообще прекрасен, насколько Он, какая великая Его любовь. Вот если Бог есть любовь, вы сами задумайтесь, глядя на океан, глядя на эти волны, глядя на община, как говорится, милости Его полна вся земля. Океан Божьей любви, мы поем, бывает это, да, океан Божьей любви, ты думаешь, Господи, капля твоей любви, она меняет всю твою жизнь. Если в вашей жизни, возможно, сегодня какой-то сложный момент, тяжелый момент, и вы не знаете, думаете, как же быть, что же делать? Иногда просто, знаете, я так думаю, что нужно остановиться, остановиться и начать думать не о проблеме, а начать думать о Боге. Начать думать о Боге. И иногда нужно поверить в то, что Бог видит все, и понять, что Он хочет от тебя. Что же я вот должен сделать? У меня вот бывает так бывает. Я думаю, что же я должен сделать в этой там безвыходной ситуации? Когда? Что я должен сделать? И в определенный момент я понимаю, что в этот момент Бог хочет, чтобы я начал думать по-другому, чтобы я начал видеть, видеть ответ, видеть. Он как будто спрашивает меня, а чего ты хочешь? Чего бы ты хотел? Вот чего бы ты хотел в данной ситуации? Кажется, нет, ну подожди, уже ситуацию не изменишь, уже ничего невозможно сделать. Но он все равно как будто спрашивает, ну скажи, ну как бы ты хотел, чтобы все это произошло? И ты начинаешь думать. И вот знаете, бывает такое, когда ты даже не можешь на этот вопрос ответить сразу, потому что ты настолько погружен в какую-то проблему, настолько погружен в какие-то мысли, что негативные мысли, что ты даже не можешь ответить на такой простой вопрос, чего бы ты хотел. И вот именно это волнует Бога. И когда ты начинаешь понимать и видеть эту картину, чего бы ты хотел, понимать ее, ярче и ярче видеть ее. Знаешь, с каждым днем ты видишь все больше деталей в этой картине. Ты видишь все больше и больше каких-то моментов. И через какое-то время ты уже начинаешь чувствовать, что эта картина, она уже становится частью тебя. Ты начинаешь уже в какие-то моменты радоваться, как будто бы это будет. А потом приходит момент, когда ты начинаешь радоваться, как будто бы это уже, уже твое. Как будто уже ты получил это. Как будто бы это уже. Ты уже не думаешь о том, чтобы это получить, а ты радуешься так, как обладающий этим событием. И вы знаете, вот даже недавно у меня были такие интересные переживания. Мне так нужна была Божья помощь. И казалось, ну, то, как Бог меня повел, оно было нереально. Но я начал переживать, ну, переживаю радость, как будто это уже произошло. Хотя, чтобы это произошло, это кажется невозможным. Но я чувствую, что я радуюсь только, когда думаю именно так. И представляю эту картину, вот, и прям чувствую это все, что именно так. И вот представьте, невозможно, оно произошло, и произошло с точностью. Именно так, как я это представлял. Вы знаете, возможно, вот в вашей жизни сегодня вы настолько, знаете, вот, можно сказать, извините за турканы, вот этими негативами, мыслями, что даже если вас спросить о конкретной ситуации, чего вы хотите, то вы не скажете даже сразу. Самим себе вы не сможете ответить, чего на самом деле вы хотите. И я вам скажу, вот, возьмите, начните разбираться, начните думать. Возьмите что-то, то, что вот больше всего болит, или о чем вы боитесь, или о чем вы переживаете, начните думать об этом. А чего вы хотите, как бы вы хотели, чтобы это произошло? Как бы вы хотели? Это, знаете, вопрос, который вы должны ответить сами себе на этот вопрос. И потом начните эту картину, просто повторяйте ее в своей голове, удерживайте этот образ, удерживайте его. И очень важно, знаете, я скажу вам, молитесь на языках в это время. Не надо ничего говорить. Богу в этот момент на своем родном языке. Потому что, когда вы видите картину, когда вы видите живое видение, да, или вот картину, как своего рода живую картинку, да, как вы поворачиваетесь и что-то говорите, или как выходит доктор и говорит, все отлично, или как вам приходит сообщение, что все хорошо. У каждого своя проблема, да. Но когда вы это делаете, вы в этот момент говорите на языке, не своем родном, а на языке Святого Духа. Это язык духовного мира. Это язык четвертого измерения. И вы удерживаете этот образ. И снова, удерживая его, вы молитесь на языках. Молитесь на языках и не даете никаким мыслям посторонним сбить вас, забрать у вас это. Когда вы даже сбиваетесь, вы возвращаетесь назад и опять видите эту картину и опять молитесь на языках. Даже когда вы просто гуляете, вот как я, знаете, гуляю здесь и хожу далеко туда, далеко-далеко. Мы с Викторией там молимся постоянно. Отсюда надо идти, аж в самый конец. Там очень красивые волны. И мы любим там молиться. И, знаете, это просто потрясающе, что вы убедитесь в том, что я вам говорю. Что если вы продолжите видеть эту картину и не остановитесь, и не усомнитесь, вы должны знать, что придет ответ. Знаете, вот говорят люди, а когда он придет, быстро или не быстро, бывает по-разному, потому что это как инкубационный процесс начинается, да. Процесс инкубации, это, знаете, как будто вот курица выстеживает яйца, да. И вот она сидит, иногда сидит, ждет, 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 раз, а оказывается, есть. Все. Не было яйца, и оно есть. И Бог точно так, Он не существующий, а называет существующим. И когда ты видишь то, чего нет, когда ты мечтаешь о том, чего нет и быть не может, может, ты ни у кого не видел даже такого чуда. Ты знаешь, вот это и есть тот язык Святого Духа, который Он ожидает от тебя. Ты скажешь, ну, такого не существует в мире. Но ты должен знать, есть видимый мир и невидимый мир. И все, что ты видишь сейчас, вот посмотри на этот океан сейчас, просто посмотри, вот этот океан. И, знаешь, там дальше, ой, какие там интересные места, острова, волны. Буквально пару дней назад был такой шторм, невероятный, вода до самого верха сюда доходила. Но чтоб ты понял, из невидимого произошло видимое. Точно так в твоей жизни. Может, сегодня этого нет и быть не может. Но когда ты видишь эту картину, из невидимого произойдет видимое. Потому что ты делаешь так, как Бог. Как Бог делает. Бог представляет картину и говорит, да будет так. Все, что Он видел в своем разуме, Он говорил, и это происходило. Точно так мы, когда мы видим в разуме, мы сотрудничаем с Духом Святым. И мы даем Ему материал для того, чтобы Он мог творить. Но Он творит всегда вместе с нами, на основании нашего мышления. Если ты будешь мыслить о негативном, ты Духу Святому не даешь материала для того, чтобы Он взял и сделал что-то хорошее в твоей жизни. Но когда ты мыслишь негативно, ты даешь материал демонам. Дьявол, он имитирует Бога. Он как будто бы пытается подражать Ему. И Он извращается. И Он берет все, о чем ты думаешь, плохое, плохие образы. И Он все это доводит до той точки, до страха, до переживаний, до убеждений. Что потом оно опускается в твое подсознание, в твой дух. И завершается материализацией. Поэтому сегодня убери плохие мысли. И ответ на вопрос. Чего ты хочешь? Как бы ты хотел, чтобы все произошло? Покажи Богу свою мечту. Он встречается с тобой на территории мечты. Аллилуйя. Да благословит тебя Господь. Амин. А я буду смотреть на океан и размышлять. И я молюсь за вас. Амин. Боже, благослови. А имя Иисуса. Каждое сердце благослови. Пусть каждое слово попадет в дух. Каждое слово, Боже. Пусть сегодня каждый человек постигнет твой язык. Драгоценный святой дым. Боже. Процесс сотворения Господний. Пусть сегодня каждый познает, что у каждой мысли есть генеральная цель. Это материализация. Боже мой. Благослови каждого. Чтоб в его разуме была ясная и четкая мечта. Боже. Благослови. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Какое прекрасное небо. Аллилуйя.